Диагноз аутизм детям стали ставить чаще. А значит и работа по реабилитации прибавляется. Как и специалистов в этой области, которые стремятся помочь каждому ребенку адаптироваться в обществе. Каждый ребенок, независимо от состояния здоровья, он должен найти себя в этом мире и, став взрослым человеком, быть востребованным. Независимо от того, какой уровень образования, какие предпочтения, какое состояние здоровья, каждый из нас должен быть реализован. И вот именно здесь как раз и помогают таким детишкам стать реализованными в будущей жизни. В интернате номер два занимается 350 детей, из них 87 с расстройствами аутистического спектра. Для них самые современные технологии, методики реабилитации, оборудование для сенсорной коррекции, а также две мастерские. Это столярная, где под руководством наставника дети вырезают из дерева поделки и полезные в быту предметы. А еще в интернате их обучают гончарному мастерству. Это сложно, но интересно. Кроме того, эти навыки пригодятся детям в дальнейшем. Все эти методики сегодня оценили участники городской конференции. Это и врачи, и педагоги, и соцработники. Однозначно с такими детьми нужно работать. Результаты есть. Для каждого ребенка результаты свои. Для кого-то они незначительными. Для некоторых детей можно добиться значительного результата. Можно добиться того, чтобы ребенок посещал образовательное учреждение вместе со всеми детьми. Очень важна работа с семьей. Потому что то, что делают специалисты в центре, должно обязательно закрепляться и продолжаться дома. Только в Лазаревском районе 42 ребенка-аутиста. И специальный коррекционный центр, где реализуется проект «Включаемся в класс». Специалисты отмечают, надо как можно раньше диагностировать расстройство в психике и выработать систему ранней помощи. Если раньше необходимо было подтверждать инвалидность ежегодно, в настоящий момент при первичном освидетельствии детей с ранним детским аутизмом и расстройством аутистического спектра, устанавливается категория ребенок-инвалид на 5 лет. При повторном освидетельствии инвалидность уже устанавливается до 18 лет. Чтобы не прерывалась реабилитация, не надо было ходить каждый год на перекомиссии. Помощь необходима на всех уровнях, в том числе и в подготовке квалифицированных кадров. Для этого к участию в конференции пригласили и будущих дефектологов-логопедов, а также студентов медицинского колледжа. Гелена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».